добрый день поговорим немножко просили меня показать как высушивать птиц и сушить птиц хотя ну их можно сушить разными способами если птица не совсем запачканная то можно сушить с помощью крахмала точнее не сушить можно вообще изготавливать птиц если аккуратненько снять ее и отмездрить и если не запачкалась только просыпать крахмалом там места чтобы не ему солились перья и в принципе можно делать сразу не стирая и и только обрабатывая разнообразными против насекомых средствами и эти средства можно как бы делать намазным способом ну есть еще средства которые нужно окунать и после этого все равно приходится сушить этих птиц но есть средства которыми можно обрабатывать намазным методом снутри на шкуру вообще птицы в данный момент у меня птица которая уже постиранная вот она вещала для того чтобы стекла лишняя вода все она пропущена уже через раствор и пропитана вот даже капают капельки и эту птица для того чтобы дальнейшее сушить я обычно первоначально делаю простое я беру обыкновенные вот такие трапки которые как бы в хозяйстве и бывают там разнообразно которая хорошо впитывают влагу и беру эту трапку и просто-напросто эту птицу которая вот у меня есть в данный момент я ее просто буду промыкать сейчас вот на расправлю эту трапку извините не подготавливался поэтому такое берем эту птицу которая аккуратно разлаживаем здесь на этой трапке смотрим где у нас тут в общем она висела в висячем состоянии для того чтобы стекла после растворов я еще прополоскал после растворов чтобы стекла лишняя вода и сейчас мы еще тоже будем убирать лишнюю влагу но таким способом просто промыкание как вот берут салфетками убирают лишнюю влагу так мы будем вот этими всякими более такие меня трапки для того чтобы впитывали влагу и я их просто-напросто несколько раз несколькими трапками я и просто пройдусь прижиму это все выдавлю оставшуюся влагу надо разложить чтобы не мялось перо в другую сторону как бы правильными первых кололась и это например и хищника я делаю из-за того что у меня получилось так что вот белка висит и для этой белки нужно сделать хищника это хозяин нашел на дороге сперва хищника а потом ехавши сюда он заморозил как положено привез а потом уехавши туда ему попалась на дороге белка белка немножко конечно машиной очень сильно побита эта птица тоже поломана одно крыло и видно стукнуто было по спине вот видите вот таким вот методом я ее промыкаю все перья чтобы они больше отдали влаге здесь можно вообще сушить и разными способами есть птицы которых например как фазаны там всякие тетеревинная то я как бы их сушу сразу не заправляем манекен внутрь и не делаю голову а вот такие птицы как вот хищная птица хотя хищную птицу тоже можно сушить и потом это изготавливать но в данный момент я буду поступать немножко по-другому потому что мне так как бы есть иногда все-таки выворачивать шею бывает очень плохо у хищных птиц то я изначально ставлю манекен формирую голову и потом начинаю вот таким методом видите примокнул видите это намокла часть трапки мы перевернемся в другую сторону чтобы больше убрать этого если есть дырки я вот в этот период после того как вот так вот промокну я зашиваю всякие дырки и ну этой птицы дырек нету она бита машиной только поломано крыло на крыле это ничего страшного и был бы большой был кровоподтек но я его тоже уже убрал внутренний кровоподтек снаружи вроде бы сильно не пострадавший но правда птица линная летняя поэтому часто бывают длинные птицы хищников я это как бы делаю тоже вот беру манекена его потом ставлю голову сформирую и буду дальше сушить подручными средствами обычно кто-то сушит феном кто-то это но я вам покажу чем сушу я данный момент вот так вот промокая подсушиваю ну и все я буду сейчас вставлять манекен ну манекены я вам показывал раньше как вставляется крепится голове у например на видео на примере фазана когда мастер-класс показывал там показывал как я монтирую эту голову поэтому для того чтобы как перед тем как сушить птицу я вам не буду демонстрировать это одно что могу подсказать перед тем как вы начинаете работать перед сушкой или вот выворачивать и делать манекены то берете крахмал и протираете все крахмалом принципе птиц можно сушить крахмалом по старым базаславскому по старым этим сушили крахмалом потом уже появилась всякая техника про которой можно было те же фены появились кто-то кто на что был гораздо тем и просушивали данным эта птица уже постирана полностью и для того чтобы вот когда я буду выращивать голову это и монтировать то мне желательно вот это вот все просыпало чтобы не мусолилась жирная часть перьев ну на этом наверное пока все поэтому дальше я покажу вам уже когда смонтирую вот поставлю манекен внутрь манекена вы видите я делаю свои этот манекен от четвервятника для этой птицы если вы видите его укоротил потому что потушки был чуть чуть меньше ну и ставил сюда вот эту вспененный полиэтилен трубку вместо шеи ну можно делать накруткой но в последнее время когда есть такого диаметра трубки которые подходят для шеи я их использую но пока на этом все и продолжим я уже потом покажу как продолжить дальше в принципе я могу показать сейчас как сушить птицу эту можно ну обыкновенным феном я как-то и забыл что можно общем принцип если феном вам понятно берете птицу просто берете тот же самый обыкновенный фен желательно по большей мощности и по ходу пера начинаете сушить вот таким методом вы по ходу пера его сушите я конечно привык не феном сушить я феном подсушиваю основную массу я высушиваю совсем другим способом потому что феном получается очень долго у нас мощных феном нету и поэтому такое ну в данный момент понятно как сушить можно сушить феном в данный момент понятно как можно сушить феном но фена у нас мощных нету поэтому это долгая возня хотя феном можно высушивать и лебедя и все остальное ну на этом я пока оставлю я сейчас буду монтировать голову а потом я вам продемонстрирую дальше что нужно и как будем сушить это уже на другом устройстве не на этом продолжим вот я все-таки уже сделал голову это в общем поставил манекен внутрь и буду теперь сушить но я вам говорил что сушить можно будет феном но феном у меня получается более долго и нужно сушить всегда по от головы к хвосту по направлению перьев чтобы перья не подымались аккуратненько если нужно поправлять но почему в хищных птиц я делаю обычно я говорил уже что есть вот утки хищные птицы и желательно там сразу как бы голову делать а потом постепенно сушить у других кисам тетервинных тех же самых фазанов куропаток у врановых этой проблемы как бы нет у мелких птиц тоже желательно голову делать сразу а под одевать а потом это начинать сушить но в данный момент я буду сушить не этим как бы сейчас пойду сушить у меня есть устройство старое такое но в данный момент я вам пойдемте я вам покажу и в дальнейшем будет видно в дальнейшем будет видно я вам покажу у меня есть вот такое вот устройство это старое устройство но в принципе это еще советских времен это сушилки для рук я его специально положил на такой высоте для того чтобы мне удобнее было работать и сушить но вы понимаете что сушки для рук там идет теплый воздух и мощность побольше чему фена и намного быстрее сушится я просто этот включаю буду точно также сушить и мне удобнее я могу здесь и большую птицу сушить вплоть до альбатросов лебеди и там вплоть что угодно можно было сушить и в данный момент я буду включаю его будет плохо слышно но я вам покажу как я просто блокирую и сперва сушу крылья первую очередь сушу крылья потом хвост лапы и в самую последнюю очередь я сушу голову а так вот все очень много здесь уха поэтому нужно высушивать полностью до пуха теплый воздух близко и стараюсь не проносить потому что там очень горячий воздух и полностью высушиваю вот стараюсь просушить перья крылья все по ходу видите чтобы они высушивались нужно полностью все высушить руками специально разбиваю для того чтобы было удобнее сушить в общем основной принцип понятно да принцип понятен но в дальнейшем буду сейчас досушивать продолжаем сушить уже видите я подсушил почти все очень трудно сушиться вот видите пушистая птица стала уже голову сейчас подсушу пинцетом около головы около глаз как бы ну фактически тут уже может и все можно постепенно ну фактически видите почти полностью высушил тут поправлять еще чуть-чуть буду вы видите даже видно что это головой стукнулась об это но ясно понятно об машину видите а птица почти полностью высушена уже фактически все дальше я буду уже работать с ней с этим хищником уже изготовление как обычно я уже например и фазана на мастер-классе показывал все остальное абсолютно так же делается очень трудно конечно сушиться вот всякие эти пуховые но их нужно обязательно высушивать потому что тогда лучше работать с этим птицам видите кожа абсолютно не пострадала из-за того что она она абсолютно мягкая и в данный момент я думаю что на этом наверное мы закончим и основной принцип я вам показал как сушить птиц с большим вам понятно но у каждого свои методы и каждое устройство с которыми он может сушить вот вы просили я сделал до новых встреч до свидания встретимся на новых видео если что непонятно пишите звоните в принципе на во всех как бы в интернете я есть и меня найти есть после каждого видео есть тоже и телефоны и электронное почта ну до новых встреч до свидания а и